Здравствуйте! В эфире новости губернии. В студии Олег Зверев и Татьяна Потоцкая. Сначала коротко о главных темах выпуска. На коньках, на лыжах и с факелом. Как, где и кто зажигал? Все подробности самарского этапа олимпийской эстафеты от старта до финиша в нашем выпуске. Кадровый вопрос. Он важный самый. В Олжском районе по новой системе выбрали нового главу администрации. Вместо ветхого жилья новое 70 семей из Отрадного получили ключа от квартиры в новостройках. Сколько еще в очереди на новоселье подсчитали наши корреспонденты. В Самаре торжественно зажгли чашу олимпийского огня. Почетную миссию выполнили губернатор Николай Меркушкин и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Эстафета главных спортивных игр планеты сегодня стала центральным событием в жизни Самары. От точки до точки факел пронесли через весь город. 200 факелоносцев бегом, на лыжах и на коньках. А завершился марафон на площади Куйбышева. За историческим моментом следила Нина Ванина. Огонь прибудет с минуты на минуту. Это последняя точка. А здесь уже горячо. В этот вечер соединились лед и пламень. Градус зашкаливает от эмоций. Зрителей, кстати, необычно много для 25 декабря. Даже погода помогла провести эстафету в Самаре на высоком уровне. Я счастливый человек, потому что вчера я нес факел в Тольятти, сегодня я здесь в Самаре и хочу поддержать своих ребят. Хорошая организация, я хочу сказать, в Самаре. Все достойно и губернатор большой молодец, что уделяет этому очень серьезное и очень правильное и положительное внимание. Не оправдались ожидания о больших пробках в Самаре. Горожане отнеслись с пониманием и, кажется, не пожалели. Праздник удался. Огонь, преодолев только в Самаре 40 километров и пройдя через руки 200 факелоносцев, вот-вот появится на самой большой площади Европы. Момент нашей истории. С факелом в руках финиширует олимпиец Тагир Хайбулаев. Еще несколько секунд и загорится уже третья по счету в регионе чаша олимпийского огня. Первые две были в Сызрани и Тольятти. Зажигать ее на сцену выходит губернатор Николай Меркушкин. Ура, друзья! Сама идея пройти по всем регионам, городам и так торжественно провести, скажем, пронести факел по всей стране, это вдохновляет людей, я думаю, принесет на будущее очень хорошие всходы. Значительно больше будет молодых людей заниматься спортом. Значительно больше людей будет следить за играми на Олимпийских играх, это точно. Разные события. Здесь очень приятно то, что у себя дома, на той земле, где я вырос как спортсмен, где много знакомых, друзей, родные живут. Поддержка каждого человека, как я и сказал, должна помочь нашим спортсменам. И я в это верю, потому что мне помогает, когда полные трибуны, допустим, болеют за тебя. Это очень вдохновляет. Самарский этап, самый масштабный в истории Олимпийской эстафеты, финишировал позади 79-й день. И уже завтра огонь отправится в Ульяновск. От чаши огня все три останутся, каждая в своем городе, на память об Олимпийской эстафете. Нина Ванина, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Напомним, маршрут самарского этапа эстафеты прошел через весь город. Факелоносцами стали именитые спортсмены, артисты, министр спорта Дмитрий Шляхтин, а еще пенсионеры, самому старшему участнику забега 76 лет. Стартовал марафон утром на набережной, и там тоже отличились. Огонь зимних игр в Сочи пронесли на коньках и на лыжах. Наши корреспонденты тоже прошли весь этот путь. Самые яркие моменты в нашем обзоре. Самая большая по протяженности набережная России. 9.30 утра. Предэстафетный мандраж, но зрители уже готовы встретить своих героев и символ Олимпиады. Старт эстафеты в Самаре дал вице-губернатор Дмитрий Овчинников. Огонь пересекает нашу страну с востока на запад. Он побывает во всех 83 субъектах Российской Федерации, без малого в 3000 населенных пунктов, где проживает 130 миллионов россиян. Такой масштабной эстафеты олимпийского огня не знала олимпийская история нашего мира. Первый факелоносец – призер универсиады в Казани, участница Олимпийских игр Анна Мастянина. Мгновение – и вот олимпийский огонь в руках самарской спортсменки. Первого факела! Ура, Самара! В числе факелоносцев – спортсмены, артисты, студенты и даже пенсионеры. Всего около 200 человек. Следующим эстафету принимает самый старший участник – Лев Фиников. Через три дня ему исполнится 77. Трибуны ликуют. Многие отпросились с работы, чтобы увидеть это историческое событие. Огонь принимает победительница паралимпийских игр в Лондоне – Николь Радамакина. Я в восторге, эмоции вообще нахлынули. Я даже до сих пор не могу отойти и поверить, что я участвую в таком значимом мероприятии для нашей страны. Конечно, я очень рада, чувствовала колоссальную поддержку от людей, от нашей Самары. В Самаре дистанцию с факелом в руках преодолевают на коньках. Впереди еще много сюрпризов. Эстафета продолжается уже в Кировском районе. Бали и трудовой славы факел проносит министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Позже с журналистами он поделится новостью. Региону выделили дополнительно 625 билетов на Олимпиаду. Достанутся они учителям, врачам и соцработникам. Совершенно бесплатно. И люди смогут бесплатно слетать на Олимпийские игры. Это учителя, врачи, работники. То есть те, которые никогда, может быть, не увидели бы эту Олимпиаду. Сейчас они реально могут прикоснуться так, как сейчас я прикоснулся к этому моменту. На старт выходит семья Чекмаревых в неполном составе. Факел несет мать-героиня. У нее 10 своих и 26 приемных детей. Готовились к эстафете всей семьей. Активно тренировались. Бегали по лестнице с первого на 18 этаж. А вот символ Олимпиады совсем рядом с символом Самары. Эстафетный огонь начинает новый этап. Прямо под солпами настоящая ракета-носителя. Дальше по маршруту снова в центр города. На площадь Куйбышева. Дарья Болгова, Ирина Трофимова, Вячеслав Потоцкий, Александр Каракулько. Новости губернии. Продолжаем выпуск. Главой администрации Волжского района стал Александр Баландин. До этого руководивший Большечерниговским. Выбирали по новой системе собранием представителей, а не всенародным голосованием, как раньше. На этот пост претендовало 6 человек. Кандидатуру Александра Баландина одобрили единогласно. Его поддержал и губернатор Николай Меркушкин. Решение было продиктовано большим опытом Баландина в качестве антикризисного менеджера. Волжский район является одной из точек роста Самарской области. Мы создаем на территории района индустриальный парк. Компания Бош выбрала эту площадку для строительства крупного завода. Сегодня в рамках строительства южного города будет строиться практически новый микрорайон. Эти проекты могут быть реализованы только вместе, только сообща. И, конечно, нужен был абсолютно понятный, адекватный, компетентный человек, который готов трудиться на благо жителей района. Есть задача работать честно и уверенно. В первую очередь буду анализировать и смотреть работу каждого отдельного поселения. И потом начнем уже проводить собрание граждан в каждом поселении для того, чтобы услышать, увидеть и работать. К работе Александр Баландин приступит 30 декабря после подписания с ним контракта. Руководить Волжским районом он будет до 2015 года, пока не закончится срок полномочий представительного органа. А в Отрадном день большого переселения. Жители ветхих и аварийных домов получили ключи от новых квартир. Четыре дома, отделанные и оборудованные по современным стандартам, приняли своих теперь уже постоянных жильцов, которые уже готовятся отметить праздники. С наступающим Новым годом и наступившим новосельем их поздравили и наши корреспонденты. Событие в Отрадненском доме культуры станет главным для его участников за последние годы. Ключи от квартиры получили 70 семей, которые раньше жили в ветхих и аварийных домах. Квартиры отделаны под ключ, есть приборы учета газа и воды, ремонт сделан на отлично. Так оценивает новостройку новосел Людмила Петрова. О своем переезде узнала год назад. В старом доме окно нельзя было открыть, все разваливалось на глазах. А тут пластиковая с удобной ручкой. Еще одно ноу-хау – газоанализатор. Устройство блокирует обратную тягу газа в квартире. Для безопасности, вот, для безопасности. Новый год Людмила планирует встретить уже в новой квартире. Отличается планировкой, отделкой, ну и вообще светлое, удобное, теплое, красивое. Переселение семей из ветхого аварийного жилья осуществляется в рамках адресной программы. На ее реализацию в этом году выделили около 94 миллионов рублей. Большую часть средств выделило правительство Самарской области. Более 30 миллионов рублей в фонд содействия реформирования ЖКХ и около 5% средства, которые выделил город. Благодаря этому новоселье отметят 100 семей, 70 в этом году и еще 30 в январе следующего года. Жители коммуналах получают свои однокомнатные квартиры. У каждого, пусть оно маленькое, где-то 28-32 квадратных метра, но там есть абсолютно все. И маленькая комната, но он живет сам по себе, а не с соседями в одной квартире. Там все есть. Все оборудование, все счетчики. Все, что необходимо, там все имеется. Дворы благоустроенные, везде положен асфальт, сделана игровая детская площадка. Стоит уже мусорный контейнер, площадка для мусорных контейнеров. И не менее четырех домов планируется построить в следующем году. Сергей Овчинников, Ольга Соловьева, Александр Дмитриев. Новости губернии от Радной. Областной Минстрой начинает прием участников долевого строительства, права которых были нарушены. Цель – формирование реестра обманутых дольщиков. С 9 января принимать граждан будут в здании Министерства строительства по вторникам и четвергам с 9 утра до 8 вечера. В субботу с 9 до 13 часов по адресу Самара, улица Самарская, дом 146А. Включению в реестр обманутых дольщиков подлежат граждане, падавшие заявления, располагающие пакетом документов, подтверждающих их положение. Паспорт, договор долевого участия в строительстве, платежные квитанции, судебные акты. Телефоны для справок указаны на экране. В Самаре пропал Виттих Андрей Владимирович. На вид 45-50 лет был одет в серо-черные кеды с лаковыми вставками, брюки спортивного типа черно-серого цвета, черный кожаный ремень, олимпийка светлая с белыми полосками, черная куртка с капюшоном. Глаза голубые, волосы темно-русые с сединой, на носу небольшой шрам. Рост 1,73 метра, пропал в районе Красной Глинки. При себе не было ни паспорта, ни денег, ни телефона. Очевидцы говорят, что, возможно, уехал на неизвестном автомобиле светлого цвета в сторону города. Всех, кому известно что-либо о местонахождении этого человека, просят обратиться по телефону, указанному на экране. И продолжаем. В Самарской области побит рекорд по количеству снега. В Сызрани и Клявлино за несколько дней выпало 150% от месячной нормы. В областном центре толщина снежного покрова сейчас 42 сантиметра. Последний раз такое было в 1998 году. По сравнению с соседями, Ульяновскому и Оренбургом, этот показатель выше в 4 раза. Такие данные приводит Приволжский гидрометцентр. В ближайшее время также ожидается метель и похолодание. Столбик термометра опустится до 6 градусов ниже нуля в дневные часы. Ночью синоптики обещают до 9. Христианский мир празднует Рождество Христово по Григорианскому календарю. Сегодня его отмечают католики, протестанты и 11 из 15 православных поместных церквей. В Самаре торжества прошли в храме Пресвятого Сердца Иисуса. В ночь с 24 на 25 декабря на праздничную месту собрались сотни верующих. Звуки органа и рождественские песнопения возвещают верующим о рождении Сына Божьего. Праздничный вертеп словно восстанавливает евангельские события. Четыре недели католики готовились к празднику Рождества Христова. И вот сочельник – ожидание торжественного момента. В Самарский костел верующие пришли задолго до начала мессы. Рождество – семейный праздник, который дарит радость всем. Еще один повод, чтобы сделать кому-то приятное. Рождество Христова для верующих – центральное событие мировой истории, разделившее время на две эпохи. Две тысячи лет назад и в Ленинской пещере произошло не просто рождение. Сам Бог стал человеком. Праздничный день принято проводить веселье, а постные дни отменяются. Садимся со стола, все вместе отмечаем, кушаем много, идем в храм. Да, но это похоже, думаю, немножко на Новый год в России. Еще две праздничные недели принято ходить в гости, поздравлять близких, а после сохранить на весь год то, что называется рождественская радость. Геннадий Жарников, Александр Дмитриев. Новости губернии. И возвращаясь к главной теме дня, Олимпийской, в Самаре зажгли еще одну огненную чашу – чашу Олимпа. Спорткомплекс с таким названием открылся на Красногринском шоссе в рамках программы «Газпром детям». В планах компании достроить еще одну площадку в Самаре уже в 2014 году. Нина Ванина весь день говорит о спорте. Открыли с огоньком. Олимпийская эйфория, охватившая Самару и область, продолжается. Вот и на открытии нового спортивного комплекса приезжает один из факелоносцев. Свой этап эстафеты он пробежал в Сызрани. Его нужно внести, держать вот так, чтобы не смотреть на факел. Владимир Тортышев в юности профессиональный футболист, а сейчас член оргкомитета и главный судья Спартакеат «Газпрома». Открытию спорткомплекса неподдельно рад. Здесь в лесу, в хорошем месте. И это все будет принадлежать нашему поколению, нашим детям. Шикарный. Смотрел сейчас я так визуально. Шикарнейший дворец. Дворец можно спорта его назвать. Это немноготысячный спортивный комплекс. Зрительных мест здесь всего 137. Комплекс рассчитан на детей и школьники здесь уже занимаются. Универсальное покрытие, кстати, позволяет играть в волейбол, футбол, баскетбол и даже заниматься спортивной гимнастикой. Открытие подобных комплексов с полноценной площадкой, тренажерным залом, раздевалками и душевыми должно стать нормой. Поддержка детского спорта – одно из ключевых направлений социальной деятельности компании «Газпром Трансгаз Самара». Этот комплекс – один из десяти спортивных площадок, построенных в рамках программы «Газпром детям» в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях. Все они переданы в пользование муниципалитетам. По решению уже, совместному решению «Газпрома» и решению непосредственно администрации города мы будем его передавать. Мы стараемся все объекты передавать именно муниципалитетам, для того, чтобы могли отслеживать и содержать. На микс-заводе на 23-м километре строится ледовый дворец, который тоже строится по программе «Газпром детям». Мы планируем его в 2014 году как раз также на Новый год запустить. В общей сложности это уже четвертый спортобъект в области, открытый в этом году. Бюджет до 2016 года предполагает беспрецедентные вложения в спорт. Никогда не было в данной программе, а там стоят 44 объекта в Самарской области. Это фантастический результат и я думаю, что он будет реализован. Нина Ванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. В итоге уходящего года и план работы на перспективу. 26 декабря губернатор Самарской области Николай Меркушкин обратится с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона. Послание является программным документом, анализирует результаты деятельности публичной власти, а также определяет основные векторы общественно-политического и социально-экономического развития региона. В прямом эфире все покажет телеканал «Губерния». Трансляцию можно посмотреть и на нашем сайте www.guberniatv.ru, а также на сайтах областного правительства www.samregion.ru и губернской думы www.samgd.ru. Начало в 12.00. Не пропустите. Впереди еще один сюжет и прогноз погоды, а у нас на этом все. До свидания. В зале выставочного центра «Экспо Волга» шубы на любой вкус, цвет, размер и кошелек. В Самару приехала меховая выставка «Торг-мех». От практичного мутона до роскошной чернобурки, от классической норки до элитного соболя. И модницы, и ценители классики найдут изделия по душе. Очень много выбора. И цены настолько меня удивили низкие цены. Поэтому я очень довольна. Я купила себе шубу и очень довольна. Фабрика «Торг-мех» закупает сырье на ведущих мировых аукционах. А шьют шубы зарубежные и отечественные мастера. Готовые изделия будут доступны всем и каждому. Наши новогодние скидки и акции вас приятно удивят. Также на нашей выставке вы можете приобрести несколько изделий сразу в кредит и даже без проначального возноса. «Торг-мех» пробудет в Самаре до 29 декабря. Генеральный партнер прогноза погоды – Московский цирк на воде. На Средней Волге усиливает позиции сибирский антициклон, блокируя перемещение в регион Атлантического воздуха. Поэтому ночные морозы начнут крепчать до 9 градусов ниже нуля. А вот в дневное время комфортно – минус 1,6. Посадки прекратятся или будут несущественными. На севере и западе области – 3,5 сниже нуля. Восточная и южная части региона – около 4 мороза. В областной столице ночью – минус 6,8. Днем в Самаре и Тольятти – 4 градуса ниже нуля и слабый юго-восточный ветер. Новое новогоднее представление – цирк на воде. Магический сплав музыки, искрометного цирка, сказочного света погружает вас в необыкновенную атмосферу фантастического мира. Удивительное, завораживающее зрелище. Вы должны увидеть это сами. Чистая вода из Царевщины – легенда «Жигулей» для вашего здоровья. Доставка воды по телефону 992-92-00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин